Неинфекционные заболевания составляют 76% всех причин смерти населения Российской Федерации. На первом месте болезни системы кровообращения, за ними болезни органов дыхания, новообразования, сахарный диабет и многие другие. Первые ласточки этих заболеваний могут проявляться уже в молодом возрасте в виде чуть повышенного давления, повышенного содержания холестерина в крови, ожирения. Однако зачастую люди не обращают на них внимания. Таково отношение к своему здоровью большинства взрослых людей. У нас есть определенные возраста, которые мы так устроены на человечество. Когда мы молоды до 30 лет, мы о своем здоровье не думаем. Мы не о пенсии не вспоминаем, не думаем о здоровье. Это нам Богом данное состояние. Мы будем быть такими вечно. После 30 лет мы начинаем задумываться, а что же происходит с нашим организмом? Что-то не так, я не так прыгаю, не так бегаю, не так мысляю, что-то со мной происходит не то. Но еще мы не поняли, что же произошло. Будем так говорить, после 40 и ближе к 50, мы начинаем понимать, ага, мы все-таки бренды. И у нас есть какие-то проблемы, и они все чаще-чаще начинают говорить о себе. Ближе к 60 мы начинаем понимать четко о том, что мы болеем, и болеем давно и хронически, и эти заболевания неизлечимы. Именно ранние выявления факторов риска и вовремя начатое лечение смогут предупредить развитие многих заболеваний и снизить смертность и инвалидность населения. С этой целью и стартовала диспансеризация. На сегодняшний день прохождение диспансеризации не зависит ни от работодателя, ни от времени года, ни от каких-либо специальных программ, и уж тем более не требует финансовых затрат. Все обследования бесплатны. Главное основание для проведения диспансеризации – желание человека. Прийти к своему участковому терапевту. Терапевт ему все расскажет, все объяснит. Диспансеризация делится на два этапа. Первый этап – это осмотр терапевтом и неврологом. Если человек здоров, этого достаточно. Ему будет вынесена определенная группа здоровья, выдана на руки паспорт здоровья, в котором будет написано все. Эти документы утверждены приказами Министерства здравоохранения. Информация будет внесена в амбулаторную карту. Ему даны будут рекомендации, и он будет жить в рамках этих рекомендаций. Если же у больного, неправильно говорю, у пациента, пока будем говорить, что он здоровый, будут выявлены какие-то отклонения в его организме, которые будут требовать дополнительных исследований, он уходит на второй этап. Второй этап призван тщательно разобраться в причинах возможных проблем. Поэтому здесь предусмотрены более детальные исследования по показаниям и консультации узких специалистов, при необходимости направления в специализированные клиники и областные медицинские центры. Работодатель, если он качественный и заботится о своем работнике, то он только будет приветствовать, если у него работник будет здоров. Или его заболевание будет выявлено на стадии начала болезни. То есть вложения или затраты, которые понесет работник для ликвидации этого заболевания, настолько будут по времени малы, что неизмеримо, когда он заболеет и начнутся там проблемы. До 10 месяцев будут находиться на больничном листе. Медицинские осмотры в рамках диспансеризации взрослого населения будут проводиться один раз в три года. В зависимости от возраста программа обязательных исследований будет расширяться. Так, по достижении 36 лет вам сделают кардиограмму, а в 39 лет обязательными становятся УЗИ исследования брюшной полости и консультация окулиста. А с 45 лет добавится анализ на наличие возможных онкозаболеваний. Я бы, пользуясь случаем, предоставленным мне возможностью, обращаюсь ко всем жителям Верхнесалдинского городского округа. Приходите в больницу, но не лечиться, а профилактироваться. Мы вас всех приглашаем на диспансеризацию. Медики уверены, именно своевременная диагностика позволит увеличить не только продолжительность, но и качество жизни. Недаром Япония, где профилактика болезней стоит на первом месте, считается страной долгожителей.